Меня зовут Светлана Васильевна Петровская. Украинскую, просто Светлана Петровская. Мне почти 87 лет. Родилась я в Киеве. Всю жизнь прожила в Киеве. Но беженкой была дважды в жизни. Первый раз очень давно, в 1941 году, во время Второй мировой войны. Я родилась в смешанной семье. Отец мой из украинских казаков, мама еврейка. И вы, конечно, понимаете, что оставаться в Киеве во время фашистского наступления мы не могли. Мы вернулись в Киев, когда война еще не окончилась. Мы вернулись 8 мая 1944 года. Город был неузнаваем. И я помню, как мы шли с мамой пешком через весь вокзал. Нашего красавца Крещатика центральной улицы не было. Была маленькая тропиночка. Так вот, я помню, как мы шли с мамой и думали, есть наш дом или нет. Наш дом оказался цел. Среди общих развалин нам повезло. И кто мог бы подумать, что через 80 лет я вновь стану беженкой, потеряю Киев, потеряю свой родной дом. Ожидала ли я войны? Я уже много лет не верила России, не верила Путину. Но когда началось, когда я услышала звуки воздушной тревоги 24-го на рассвете, я не испугалась. Я оцепенела. Я учительница истории в течение 63-х лет. У меня очень большой стаж. И я до 80 лет работала в школе. Вот только ушла на пенсию, а тут война. И я опять попала в школу, только уже в школьное бомбоубежище. Я вдруг решила, что я могу оставить Киев. Я села в автобус и поехала неизвестно куда. Я не знала. Я знала, что он, очевидно, едет до границы. Было мучительно, трудно. Мы проехали всю Украину. Мы ехали 26 часов без остановок. В Венгрии, когда мы перешли границу, встретили невероятно тепло. Я впервые столкнулась с тем, что называется поддержка, support. И первая женщина, полицейская, которая спросила, в чём я нуждаюсь, я спросила, как вас зовут. И она сказала, Эстер. Эстер так зовут мою самую младшую внучку. Ей два года исполнилось 1 мая. И я улыбнулась. Меня встречала Эстер на венгерской границе. Я когда проснулась утром, я увидела, что происходит в гостинице, где нас привятили. У нас в автобусе было где-то 56, по-моему, человек. Почти все женщины с детьми. И одна женщина ехала с четырёхдневным ребёнком. Её ребёнок только родился. Я понимала, что родители занимаются документами, детей нужно отвлечь от состояния истерии. Я договорилась с детским цирком. И каждый день мне разрешали приводить по 30, по 40 детей в цирк бесплатно. Я решила двигаться в сторону Берлина. Но ехала не прямо в Берлин, длинная дорога. А проехала через Вену. Когда я уезжала из Вены, вдруг ко мне подбегают девочки, все восточного типа. И одна из них читает по бумажке, а вторая протягивает мне миску. И кажут, говорят, «Пригощайтесь борщиком!» Я когда это услышала, то есть угощайтесь борщом, украинским национальным блюдом, у меня в этот борщик, у меня слыхлынули слёзы в эту мисочку с борщом. И я спросила, «Кто вы?» Оказалось, что это шесть девочек из Таиланда. Это же нужно дожить до 87 лет, пережить опять расставание с любимым городом и страной превратиться в беженку. И чтобы тебе тайландские девочки говорили, «Прощай ты с борщиком!» Когда я добралась до Берлина, я всюду встречала сочувствие. В магазине, на вокзале. Один из немецких фотографов организовал прекрасную выставку в центре Берлина. Лица украинских беженцев. Там есть и мой портрет. Очень хороший. Мне кажется, что никогда меня так никто не фотографировал, как сделал Маурис Вайс. И я очень благодарна всем. И последний вопрос, который меня очень мучает. Несмотря на то, что очевидно, не время сейчас об этом говорить. Но я боюсь, чтобы не было поздно. И поэтому я говорю, что будет с русской культурой на Украине. Я не могу обойтись и не хочу обходиться без песен Булата, Куджавы и Галича. Не хочу эти книги со мной. Я не воюю с русской культурой. Я воюю с Путиным, русской армией и иногда оболваненными. С одной стороны воюю, с другой стороны сожалею об оболваненном русском обществе. Но у меня все болит внутри. И я хочу закинчить это, затягнувшися интервью, словами Леси Украинки, нашей великой национальной поэтессы. Я вирю в перемогу. Я вирю в победу. Без надеи таки сподеваюсь. Жити хочу. Геть думы сумни. Без надежды Я все равно верю. Долой мрачные мысли. Я жить хочу. Я надеюсь. Редактор субтитров А.Семкин